Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую вас, Искатели Истины. Сегодня мы немного поговорим об Ордене, что так щедро распахнул перед вами объятия и готов поделиться с вами истинными аксиомами, заточенными на кромке острия и энтропии. В этом сеансе я расскажу все, что дозвольно сказать непосвященным об Ордене и после не буду говорить о его устройстве, принципах руководства и лидерах вовсе. Естественно, я не могу в полной мере раскрыть перед вами ступени посвящения и рассказать о таинствах дайдалокхейеров нашего братства. Тем более, что в основных ритуалах первых ступеней посвящения я упоминал в предыдущих видео. Конечно, мы поговорим более подробно о некоторых техниках в последующем, чтобы вы смогли, испробовав их на практике, осознать всю действенность нашего учения. Сейчас я лишь хочу затронуть основную идею Ордена, а также кратко поведаю об истории становления нас как самостоятельной организации. История одной личности, что смогла еще при жизни осознать основные аксиомы, выбитые на дверях храма в тени Сефирот, и достаточно сильной, чтобы повести нас за собой. Думаю, вы все обратили внимание на видео с цитатой предтеч на основной странице канала. Здесь я хочу кратко коснуться истории. Орден Тиус частично унаследовал строение первых рыцарских орденов, что пришли на Святую Землю в поисках непрощения, нет, но в поисках истины и знаний, что открывается лишь только перед немногими. Тиус взял за основу строгую дисциплину первых военных орденов и полное подчинение высшестоящим. Как бы это ни парадоксально звучало, но тем не менее, все мы живем в порядочной плоскости координат нашей Вселенной. И наиболее эффективная система управления здесь, особенно на первых ступенях, это безукоризненное следование догмату и подчинение своему наставнику, а также высшим по званию братьям и сестрам. Только на высших ступенях посвящения, когда адепт, по сути, трансформируется в автономную червоточину антивселенной, ему дается свобода и власть над судьбами своей пастры, ибо через него говорит сама первородная Матерь. По сути, мы, унаследовав элементы архитектуры старых орденов, наконец-то вывели совершенное уравнение энтропии и устремились к земле обетованной. Благодаря нашему магистру, спустя многие годы, человек, наконец, получил право занять достойное место как продукт истинной эволюции Духа. Мы, и только мы, заслужили воцариться в благой тьме антивселенной. Примкнув к ордену, вы сможете посвятить себя цели служения предвечной Матери и, в первую очередь, самому себе. На начальных этапах вам придется постараться хотя бы только для того, чтобы постичь основные аксиомы и приучить себя действовать достойно истинного хаосита. Одна из доктрин нашего ордена основана на взаимопомощи сынам и дочерям своим, как в постижении истины, так и в делах мирских. Вместе мы сможем создать наилучшие условия для своего выживания, нежели бессмысленно корпеть над трудами древних в одиночку. На первых этапах своего посвящения вы будете обучены воспринимать сам мир и пространство с позиции хаосита и приспособите свой разум отсеивать частицы истинного знания от плевел повседневной псевдоморали. Только постигнув истину первых аксиом и впитав в себя потоки антиматерии, что пронизывает этот мир насквозь, вы сможете двигаться дальше. Далее, чем более вы будете возвышаться, тем более ваше сознание и дух будут претерпевать все большее изменение вследствие эволюции вас как индивида. И если в начале своего пути вы были частью этого мира, то ближе к концу будете все дальше отдаляться от него. В конце вы будете надежно скрыты орденом от всего мира и обретете себя в первородной антиматерии. Вашими глазами на мир будет взирать предвечная Матерь, и лишь немногие удостоятся слияния при жизни. Но одно я могу сказать вам точно. Когда будут сброшены последние оковы, и сия ее долю более не будет тяготить нас, тогда всех нас, братья и сестры, будет ждать она, царица пустоты, держава которой находится на кромке миров сущих. Все мы сможем стать по-настоящему свободными во всех смыслах этого слова. Представьте себе круг таких же стяжателей, что вы искали так долго, но не могли найти на поприще пустых учений современности. Представьте царство Духа и непревзойденных таинств, где каждый голос будет услышан, и каждая мысль будет спасена от пагубной обыденности этого плана существования. Здесь вы сможете в достаточной мере развить скрытый вас потенциал и найти тех, кто поддержит вас и покажет путь не пустого, самозабменного существования ради пустых устремлений, но служения высшим идеям ради взаимопомощи и преуспеяния нашего дела. Поистине счастлив тот, кто смог найти настоящее тело, что укрепит дух и облагородит сознание не простой марионетки, но существа свободомыслящего и стремящегося к познанию истинных аксиом за пределами бытия и обыденности ленной плоти. Придя в наш Орден, вы не будете испытывать недостатка ни в стяжании добродетели истинного хаосизма, ни в улучшении своих качеств, как чернокнижника и в первую очередь преданного служителя предвечной Матери. Особенно я бы хотел поблагодарить нашего магистра, что вопреки всем доводам принял решение донести эту весть людям. Рискуя своей жизнью и здоровью, он донес до нас благую весть о том, что человек наконец-то созрел в развитии своем принять истину. Наш отец осознал всю сопричастность еще в раннем возрасте и с тех пор концентрировался лишь на преумножении своих способностей во всех возможных областях оккультных практик, чтобы выяснить, что же из всего многообразия является истинным путем к возвышению индивидуума. Еще в ранних годах своих он стал мастером игры и был удостоен титула Гроссмейстера. Далее наступила долгая череда экспериментов с материей и духом, после чего в одном из своих агностических видений он осознал, что все техники и школы лишь инструмент в руках предвечной матери, и что все мы так или иначе служим ей, пусть и неосознанно. Затем он удалился от Люда на долгое время, дабы постичь всей истинной аксиомы и пройти весь этот тяжелый путь возвышения в одиночку. Итогом этого стала техника, что несем мы в своих посланиях. Итогом стал орден, что несет истинные аксиомы предвечной матери, кое выбьет на дверях храма в тени Сефироты. Пусть возвышение ваше будет во благо всем нам, Отче. Более подробно мы рассмотрим основные обеты ордена в следующих посланиях. Также кратко поведаю вам об основополагающих техниках ордена и о том, как истинный хеосид может использовать даже, казалось бы, на первый взгляд, абсурдные идеи себе во благо, дабы ускорить эволюцию своего сознания. Призываю всех отринуть покровы невежества с глаз своих и устремиться к храму в тени Сефироты. Мир вам, братья и сестры, в пустоте. Сефироты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok